всем здорова ребят ну что пришло время сегодня поговорить про 14 скиллы кому качать кому не качать поэтому идем на русский сервер и там более подробно это изучим потому что лень честно говоря переводить много и так будет думаю проще для многих потому что многие из вас у меня русскоязычные англичане к сожалению спи думая не поймут и так такс русский сервер наш наша сардель а ну начнем я не знаю давайте начнем с барда от возможно будет длительный видосик поэтому делаете чай будем смотреть что же меняется кому стоит качать кому бессмысленно каждую секунду восстанавливает здоровье трех союзных героев размере 560 от атаки на следующие 24 секунды призывает для каждого из них щит который отражает 30 процентов здесь 32 ну 2 2 и 6 и честно скажу боевым и мном вот так вот переводится в общем честно скажу мне этот герой вообще по описанию не нравится уже иммунитет молчанию бедствию ну честно пока не знаю насчет него пока я очень сомневаюсь а жизни мало что он будет где-то востребован использоваться поэтому ему категорически говорим нет джамбир миша здесь получается 14 точнее 15 19 и больше ничего по сути не меняется и честно скажу это тоже не особо существенно возможно там плюс минус потом если прокачает на максималку еще лучше где-то оно будет востребовано но на это тратить тоже я бы не стал в любом случае когда-то рано или поздно придется это все качать здесь у нас просто с китайца как видите просто меняется тупо урон такой же будет большинства героев поэтому это тоже бессмысленная прокачка я считаю особо толку никакого не даст мэри уменьшает атаку на 4 процента но плюс минус это получше будет чем остальные герои но опять же немножко не тонн 500 плюс 30 процентов плюс 4 процента уменьшение атаки в это ни о чем реально затраты эти ни о чем будут дуэлянт еще 820 но здесь больше процентуалка но опять же одна только процентуалка 65 45 400 ничего не меняется только урон добавляется тоже бессмысленно этого героя вообще тоже бессмысленно качать плюс просто процентуальный урон здесь поинтереснее все-таки 0 2 секунды уменьшение восстановление энергии еще более-менее хоть как-то себя возможно оправдывает но опять же такое оккультист оккультист вот это вот более менее интересней кто его использует я показал его в действии на сегодня герой один из топовых для по локации очень крутой за счет того что и дома ну принципе он там особо и не дамажит вот за счет его счетов это реально круто герои получают 110 атаки висходящий урон превращается в лечение вот 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 в чем плюс герой получает 50 меньше урона вот это вот реально плюс этого героя и возможно есть смысл то есть опять же это чистая баф для героя и там герои на 10 атаки в 10 процентов атаке это уже куда не шло дальше зефир 240 44 46 честно скажу это тоже по сути роли никакой играть не будет ну возможно где-то плюс-минус он будет но чуть-чуть лучше но опять же ничего такого сверх естественного в этом герое не будет здесь проценты урону бессмысленны уклонение плюс пять процентов и урон немножко ну вот возможно землеройки я бы качнул так как в большинстве случаев он у нас используется на пвп локациях в топах реально часто его использую вот землеройку я наверно качнул все-таки с этих всех героев дальше косма проценты просто бессмысленно 50 200 до 285 50 из ничего не меняется то же самое удар как и был так и есть для косма бессмысленно роза розы добавляется процентуальное здоровье цели большинстве случаев даже если было бы здесь 10 процентов это плюс один ничего не решает плюс урона немножко тоже по сути ничего интересного здесь немножко улучшения она честно скажу вот эти вот улучшения они по сути на не нужны вы этого не заметите в большинстве случаев у нас урона и так дохренище и он нам просто не нужен атаку вот командорку командорку да почему да хотя в принципе у нее и так урона хватает нафига и еще реально разобраться нафига этого дамага еще если вы правильно соберете и она и так будет у вас даже в давной сборке ушатывать базы тоже считает бессмысленно букич у букич уменьшает получаемый урон принципе как вариант как вариант так как он такое более-менее пвпшный я пьему наверно после земли ройки бы вкачал следующим скилл проценты махатма то же самое проценты здесь проценты пятьсот пятьсот сорок проценты как видите в большинство героев просто тупо нам добавили процентуальный урон больше ничего практически не меняется вот атака принципе увеличивает себе никто ребята не использует в топах основном по башка вот здесь поинтереснее по башка тоже очень интересный герой а уменьшение входящего плюс 7 процентов плюс его урон растет ну как вариант да то есть это третий герой котором было бы интересно седна как вспомогательный урон и увеличивается и восстанавливает здоровье плюс пять процентов честно говоря такое себе фрея просто чисто урон в секунду добавляется чисто для дамага и так урона хватает с головой здесь особо прироста просто нет есть чисто проценты опять же опять же те же самые проценты ничего не меняется все как и было вот здесь уже поинтересней афинка афинка увеличивает скорость атаки уже плюс один герой это немаловажно ребят это тоже плюс потому что у нас есть и голуби там и прочее то есть плюс один вы плюс увеличение на три энергии ну это такое себе но вот за счет одного героя есть смысл качать фрэнк кто использует на битве гильдии в принципе как вариант ну тут как видите тоже просто процентов увеличения немножко дамага но этот дамаг против родинов хорош то ради да вот самое интересное то у нас ворожай в первую очередь с того что мы прошли есть смысл качать ворожая то что у него добавляется дамаг фигня у него добавляется плюс одна единица то есть 7 случайных вражеских единец плюс одна единица то есть для пола пола касса это реально плюс то есть он снижает эффекты лечения скорость передвижения плюс одна цель это реально да потом дальше все уже а еще и увеличивает атаку героев негативные эффекты ну вот этот принципе как вариант было 39 стала 42 это самый топовый вариант на сегодня что есть здесь по сути этот прирост до одного места на краса не использует тасс а атака критических и шанс критической атаки и скорость тасса тоже интересно я все-таки плюс 15 процентов и шанс крита и бабочка я вам скажу не такая уж и маленькая и тоже можно попробовать арену как по мне бессмысленно стрелок у стрелка а вот увеличивается тоже cool down 300 разброс но больше ничего по сути так и не меняется то есть все остается на месте такое 0 2 секунды ронин точность бессмысленно урона растет еще дополнительно анубис снижает их атаку плюс три процента процентуально бьет от хипа поэтому уменьшает атаку на 15 вот это вот интересно восстанавливает себе на пять процентов за счет уменьшения возможно плюс 15 процентов это если вы ее используете так дальше интереснее у нас будет хрон 9 союзные герои так как вариант да если использовать его в дальнейшем все таки каждая плюс одна цель это лучше чем вот эти вот проценты даже 50 100 они по сути ничего на сегодня не решают бессмысленный герой ведьма призывает тыквы 240 лавала вот это уже больше более интересно скажем так то есть они будут помощней как вариант да потестировать даже на том же арке здесь плюс 0 1 секунда плюс 50 урона ну не знаю такое себе плюс минус это 0 1 секунда большинстве случаев ничего решать не будет именно на этом героя ну за дракаса вы его вряд ли используете плюс 90 25 тоже бессмысленно уже плюс 0 1 секунда 20 процентов как показала практика 36 укротитель для архивариант как вариант вот можно попробовать все-таки тут это может решать уроне как показала практика вот эти вот проценты которые они ставят они очень разбегаются то есть домах у нас нестабильный нестандартный атака 1 она бывает по одному и тому же героя раз по-разному прилетает как ни странно в энергия плюс 3 верня сопротивление шанс крита 42 но здесь хоть прибавка 04 секунды энергии больше как вариант в принципе поэтому на 13 там посмотрели на 14 22 46 плюс 0 4 вот так вот же продолжается ну такое эффекты лечения на 80 процентов но я не знаю арктику кто использует ожог энергия 8575 по сути ничего не меняют карту плюс 2 процента дефон не влияет драйк плюс одна цель однозначно да плюс одна цель как-никак это все равно дополнительный бонус это плюс череп шанс крита урон херня и 4 цели тоже фигня уменьшает 75 процентов 6575 это однозначно до оживляет 85 здорово вот это плюс для дерева можно кто использует не использует но дерево можно качнуть разруха бессмысленный получаемые 45 яркий демона как вариант и без бестолковая дед мороз я думаю этих даже бессмысленно смотреть потому что мы их не используем 22 23 цели до одного места здесь просто чисто улучшается домах здоровье на 1500 ну дракона я не знаю и смысле на использовать где-то купидон урон 76 и скорость передвижения от кубчика однозначно да я думаю будут какие-то локации с бафами где бегать надо хорошо я уже показывал с бегом он реально хорош интересный но это бессмысленно атлант скорость атаки на 75 тут 45 плюс 30 вот это вот реально интересно посмотреть бы было то есть атлант где-то 1 и 3 у него должна быть атака но уже получше вот это вот вариант я бы даже качал потому что в большинстве случаев бывает что атлант живет и он еще додамаживает реально это надо юниты плюс очки жизни ну такое это не тот герой минотавр уменьшение энергии процентуальная выше и 270 турбона но и так дамага хватает поэтому бессмысленно тыковка скорость перемещения усиление чисто для архидемона как варианта 1415 это герои уже у нас пошли которые мы просто бессмысленно качать их здесь процентуально здесь шанс крита выше шапка 14 плюс одна цель плюс одна цель однозначно шапку стоит качать паладин 4560 на регину по сути получше то есть он с двух тычек зарядиться там с трех кто использует час паладина здесь у нас урон идет атака героя то гарнизоном пользуется я в частности пользую я вряд ли его буду на твинке качать здесь на 8 секунд есть некоторые герои которых интересно кулдаун уменьшается вот плюс одна цель и 90 здесь можно опять же бессмысленно просто бессмысленно скорость атаки проценты даму гарнизон это конечно круто опять проценты 15000 в бочке 10000 в бочке 10000 оглушает на 3 секунды ну вот это интересно сдадим вернемся обратно в бочке ну тут такое бочка станет еще супер мира им бой так было так будет вообще огонь вот что мы можем сделать в итоге и какой вывод по талантам а 14 мая джи ввели в игру чисто для того во первых чтобы выкачать бабло чтобы мы качали силу чтобы люди донатили на новое камешки то есть по сути если разобраться просто чисто на хрена но не надо было то есть по 14 талантами вам показал героев 10 которым более менее можно качнуть это хоть как-то улучшит ваши героеви возможно поможет все остальное просто бессмысленно нафига это делать было не пойду в принципе мы все понимаем нафига но на игровой процесс по сути она не повлияет единственное увеличение силы но есть одно еще один минус то что 14 скил и прокачка она дает дополнительно там еще атрибуты бонуса и прочее то есть это усиляет героя вот это однозначно да это плюс герою будет плюс к его дамагу уклонению и прочим то есть разница будет все-таки хоть какая-то но она будет по сути сам скил роли никакой не играет в большинстве случаев то есть он ничего решать не будет но сама прокачка до она будет решать вот поэтому вот такие вот дела ребят кто хочет качать внимательно смотрите изучайте таланты там ничего сверхъестественного не будет поэтому я вам показал героев которым можно качнуть и которым я качнули либо вы можете качнуть у себя эти таланты поднять им лавал и возможно это поможет но в 90 процентов случаев это бессмысленно все пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока